Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер, дорогие телезрители! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Добрый вечер, Гомель» в студии Александра Гамоля и Светлана Князева. Саша, послушаем маленькое стихотворение. Вот слон, индийский гастролер, канатоходец и жонглер подбрасывает ловко и ловит он шутя фарфоровую вазу, две лампы и дитя. Но Света не случайно заговорила стихами о цирке. Дело в том, что недавно открылся новый цирковой сезон. Совершенно верно. В эти дни впервые в Гомеле программу «Магия и чудес» представляет всемирно известная династия Гертнер вместе с группой слонов-великанов. Захватывающее зрелище демонстрируют и другие артисты с их подопечными. Подробнее о программе выступления жизни самих артистов цирка расскажут наши гости. Буквально через несколько мгновений мы увидимся с ними в этой студии. Дорогие телезрители, знакомьтесь. У нас в гостях сегодня артистка национального цирка Украины Марина Новоселова. Дрессировщик слонов Кристиан Гертнер. И руководитель иллюзионно-лазерного шоу «Современность» Евгений Новоселов. Здравствуйте. Как вам у нас в гостях? Знаем, что вы впервые в городе Гомеле. Какие впечатления? Вообще хотели поработать в Белоруссии. Потому что в Минске мы работали очень давно, когда Женя пошел в первый класс. То есть он начинал свою школьную деятельность именно в городе Минске. И благодарны безмерно Якову Михайловичу, директору цирка, за то, что он пригласил нас. И мы имеем возможность пообщаться наконец-то с белорусским зрителем. С какой программой вы выступаете? Вот в нескольких словах. Фактически почти вся наша программа представляет Национальный цирк Украины. Мы приехали с дружеским визитом, будем так говорить. И представляет наш коллектив, представляет несколько номеров. Первом отделении и полностью все второе отделение, которое работает мой сын Женя, в качестве иллюзиониста-фокусника. В первом отделении мы представляем воздушную трапецию. Очень интересный номер. Мне так кажется, потому что артисты работают абсолютно без страховки. Вы это видели, кто был в цирке, а кто не видел, приходите. То есть они работают на голых руках, голых ногах, и обрывы присутствуют, и все. Это достаточно сложный жанр, называется двойная трапеция. Затем я работаю с рептилиями. Рептилии – это хладнокровные животные, вы знаете, и представляют их змеи и крокодилы. Также в первом отделении мы работаем с моей партнершей Татьяной Пелех. Номер дрессированных собак французских мастифов, о них же бордовских догов. В том же первом отделении закрывает первое отделение у нас братья Гертнеры. Нам очень повезло, у нас крупный заключительный номер в первом отделении с замечательными слонихами. Ну и второе отделение – это мир чудес, магии, волшебства, куда мы приглашаем жителей города Гомель. Такой интересный, разнообразный состав участников и номеров интернациональных. Расскажите о количественном, о качественном составе вашей труппы цирковой. Дело в том, что я вот сейчас еще забыла упомянуть, у нас есть очень красивый украинский номер в украинском плане с дрессированными голубями. Вот это новинка нашей программы. То есть это человек, который только выпустил этот номер, но тем не менее номер уже привлек к себе внимание, потому что дрессировщица, которая занимается голубями, в прошлом балерины и объединив наш балет и балет Гомельского цирка, мы смогли, мне кажется, показать очень красивую зарисовку. Мы с Женей уже достаточно долго работаем в цирковом мире и являемся продолжателями династии цирковой. Ее начал мой папа, бывший генеральный директор национального цирка Украины Заяц Борис Михайлович. Его уже, к сожалению, нет с нами в живых. То есть Женя у нас уже третье поколение, отдающее свою жизнь цирковому искусству. Мы с ним нередко работали за рубежом, и среди наших достижений это есть лауреатство в фестивале в Будапеште и золото и серебро на фестивале циркового искусства в Северной Корее. Мой иллюзионолазерный аттракцион занимает второе отделение. В нем присутствуют такие иллюзии, как распиливание, прокалывание, размножение артистов, появление, исчезновление. А также своей фишкой, я считаю, это манипуляция с голубями. Вообще, такую часть иллюзии редко встретишь, я бы даже сказал, не встретишь в иллюзионной программе именно в цирке. Потому что в круговом обозрении зала это очень тяжело исполнить, эту часть всего аттракциона. И мне кажется, что именно ее больше всего, именно на эту иллюзию больше всего реагирует зритель. Естественно, все это мы оформляем очень красивым и красочным лазерным шоу, которое как бы создает еще дополнительную трехмерную иллюзию к уже имеющейся иллюзии. Ну, это вот так вот вкратце я вам расскажу. Трудно себе представить, но, наверное, когда смотришь, это впечатляюще, судя по тому, как вы описываете. Кристиан, расскажите о вашей программе, о вашем номере. Почему зритель обязательно должен увидеть это представление? Ну, слони это редко. В Белоруссии, в Гомеле вообще первый раз. Только в цирке, либо в зоопарке. Ну да, в зоопарке нигде не их увидеть. Это поколение, которое работает за слонами. В пятом поколении, с братом вы вместе, да? Мои родители, вот, да. Они такие необычные, вот, окрас у них, как правильно выразить? Нет, это потому они чистые. Это чистые? Тогда слон тоже манюфер и с водой теряет только кожу. И когда кожа чистая, получается, что у них пигменты такие есть. Ух ты. Слушайте, интересно. Расскажите, какие-то невероятные вы трюки исполняете там. Расскажите о своих трюках интересные. Вообще слоны, они похожи на живот. Какое-то очень небезопасное. Никакризные? Нет, они очень хорошие, умные. Интересный трюк для зрителей, это когда слон лежит на мой брат. Как это возможно? Слон на человека? Вы знаете, она очень аккуратно ложится. Извини, Кристиан, что я тебя перебиваю. Вот, она прям аккуратно мастится, мастится, чтобы его не задеть. И прямо, потому что мы его спрашивали, брата Алекса. Страшно, он говорит, ну, привык. Я говорю, тяжело. Он говорит, она очень аккуратно это делает. Но смотреть страшно со стороны, я вам честно хочу сказать. Что значит аккуратно, 4 тонны. Понятно, что аккуратно. Ну да, они же такие тяжеловесы. Сколько? 4 тонны. 4 тонны, 1 слон. Всего у вас 3 слона, да? 3 слона, да. 3 слона. 12 тонн. Как вы перемещаетесь в такой груз, и вы путешествуете с ним? Ну, у нас специально фуры, специальный транспорт, значит, который везем город на город. И, ну... Но зрители, наверное, в восторг приводят эти слоны, когда появляются на арене, да? Ну, да. Как вам условия у нас в городе? Все ли есть для того, чтобы, в том числе и в цирке, что будет обеспечить эту программу и содержать животных? Очень интересная программа. Как вам сказать? Это необычная программа цирка, которую видим везде. Каждый номер, который у нас есть, на эту программу, они редкие, как вам сказать. Вот мы видим и собак. Здесь, да? Да. Марина Борисовна, расскажите про ваших необычных собак. Вы знаете, вот мне кажется, Кристиан правильно сказал, у нас очень необычная программа, потому что она необычна во многом. Во-первых, как вы видели, кроме того, что у них работают слоны, на слоне у них работает ребенок. То есть это маленькая дочка брата, и она напрямую контактирует с таким крупным животным. Это, в общем-то, достаточно редко. И у нас это очень редко используется. Чем и славится, например, их династия, то, что у них еще два других брата работают со слонами, да, и все работают с детьми. В программе собрались такие номера, которые действительно очень удивляют, да? То есть я уже говорила о трапеции, о голубях, соединенных с танцем. Женя говорил о своих голубях, но он так очень скромный. А я считаю, что скромность первый путь к неизвестности, поэтому он единственный в мире, который работает в цирке на манеже манипуляцию с голубями. Единственный. Потому что всегда это делается только на сцене. И к этому же номеру, вернее, к этому же разряду номеров, я могу причислить и свой номер с бордовскими догами, не будем скромничать, мы единственные, которые работают со сворой охранных собак, бордовских догов. Во-первых, нет таких номеров, где одновременно в номере участвуют 12-14 бордовских догов. Во-вторых, эта идея у меня возникла случайно, и я очень рада, что я за нее уцепилась, потому что это необыкновенно умные собаки. Необыкновенно. Каждая отдельная собака — это существо думающее, хитрое, придумывающее и исполняющее. Понимаете? Сейчас зрители, которые придут, они увидят, что нам немножко... Нам приходится очень сильно быстро бегать с Таней в манеже, потому что сейчас выходит на манеж молодое поколение. Это молодые собаки, вот они их показывали в вольере, которым всего год. И неправда, что это медленные и неторопливые животные. Это... у них энергии столько, что я за ними не поспеваю, поверьте мне. Да еще и свора. Да еще свора. Достаточно энергичный человек. Вся сложность номера с собаками нашу заключается в том, что мы исполняем групповые трюки. Не одна собачка вышла, что-то сделала, ушла. Но у нас есть, конечно, трюки, где участвуют всего 2-3 собаки, а в основном мы стараемся задействовать 5-6 собак одновременно. И в этом, именно в этом, самая большая сложность. Вы знаете, иногда сидишь, когда вот среди зрителей в цирке, и кажется, что где-то грубость, где-то жестокость, а на самом деле без этого никак, просто это часть работы. Вы знаете, с жестокостью вы ничего не сделаете. Вы не добьетесь от животного жестокостью в исполнении. Проблема нашего, вообще всех цирков в совокупности, в громкой музыке. Музыка звучит громко для вас, а нам приходится повышать голос, чтобы нас услышали животные. Понимаете, вот, допустим, если я нахожусь в манеже, а животные на скамейке, из-за вот, как бы, из-за общего шума, они меня не слышат. И мне приходится говорить, допустим, «Ева, Ева, Ева!» Это уже воспринимается как окрик. Подход к животному — это каждодневный труд. Понимаете, это приход в цирк в 7 утра, да, Кристина? Ну да. Уход из цирка в полдвенадцатого ночи, да, Кристина? В одиннадцать нас выгоняют, говорят, что рабочий день закончен. И поэтому, когда ты живёшь в мире животных, и ты хочешь с ними контактировать, ты хочешь с ними работать, ты вынужден найти какие-то точки воздействия, какие-то хитрости у тебя есть. Очень важно заметить, вот, допустим, животное предлагает тебе трюк. То есть, что значит «предлагает»? Вот, допустим, у меня есть такая собака, которая очень любит славу. Вот он любит славу. Что такое, на меня мало обращает внимания. А как это проявляется? Проявляется, я вам сейчас объясню. Вот все у меня собаки, в самом начале номера, все вместе выбегают на манеж. Но их же много, а он хочет, чтобы заметили его одного. Поэтому он в это время бежит за барьером у него, свой ход. Он это придумал сам. Потом вторая у нас собака придумала, там у нас есть в конце такое, я выкладываю всех бордосов, это называется «трюк удержания». Это один из самых сложных как раз трюков. Раскладывается перед ними мясо, и они должны просто лежать, его не кушать до моей команды. И его придумала одна у нас сучка. Мы выложили, и она начала вот так ползти и потихоньку съедать мясо. Она этот трюк уже не исполняет, потому что появились более быстрые, и Мэдди не успевает. Она так как порядочная ползет. А молодежь, они подхватываются, и просто хам-хам, и побежали. Зрителям весело, мы это поддерживаем. То есть все трюки, которые они нам предлагают, мы поддерживаем. Текила у нас придумал трюк, он в международном языке называется «монт», мы его называем «лапочки», то есть когда животное передними ногами идет по барьеру, то есть задние остаются в манеже. Да, да, знаем такой трюк. Текила тоже решил, что как-то мало на него вообще люди смотрят. Он перелез через барьер, и он идет спиной к зрителям, но с той стороны. То есть вы понимаете, вот… И вы позволяете им вот свои коррективы, свое «я» сказать? Конечно, конечно. Они артисты. Не перебрасывайте через барьер. Понимаете, они главные, не мы. Наша задача – показать это животное, дать ему показать свою красоту, свою грацию, свой талант раскрыть. А мы – это только средство, так как дети. Вот вы смотрите, а ребенок хочет на фортепиано играть, вы его учите, правильно? А если он не хочет, сколько бы вы его не заставляли, я вам пример. Я закончила музыкальное училище, но в консерваторию не пошла, я пианистка, потому что я мечтала работать в цирке как папа. Вот точно так же животные. Если это не его трюк, он никогда его делать не будет. Понимаете? А если это его, и он вам предлагает, чего же не воспользоваться? Он будет с удовольствием это все повторять. Поэтому вообще, как бы, я очень благодарна животным за то, что они учат нас. Учат нас быть людьми, учат нас дружить, учат нас любить, учат нас быть преданными. И этому всему мы можем поучиться у животных. Уважаемые телезрители, у нас сегодня тоже есть чем вас удивить. Наши гости пришли в студию не одни, со своими подопечными. Марина Борисовна, кого вы можете представить? Мы сейчас покажем вам одного из моих питомцев. Это один из троих моих крокодилов. Зовут его Вова. Но вы понимаете, что если у тебя появляется крокодил, то один обязательно должен быть Гена. То есть это правило неположное и вообще даже не обсуждается. То есть если крокодил и не Гена. Есть у нас Гена. У меня три крокодила. Гена, Мотя и Вова. Значит, первая попала ко мне Мотя. Она самый крупный крокодил. Это мальчик, несмотря на то, что его зовут Мотя. И я думала взять ему пару. И хотела назвать тетя Мотя. Как бы, ну так, посмеяться. А тут, когда я покупала Гену, второго крокодила, они шли в паре. То есть вот хозяин, который продал, сказал, или вдвоем, или как бы нет. Они были вот такого размера с ладошку. Ну и я как бы... А у нас еще работал артист с козами Левицки, Гена. И он мне говорит, ну что, ну уже у тебя три крокодила, но один будет Гена уже в конце. Ну как бы, ну тетя Гена Мотя уже как-то не смешно, да? Уже как-то потерян, да, принцип. И поэтому я вот стою так в комнату. Значит, тут у меня сидит Мотя. Привезли мне этих двух крокодильчиков. Я их выпускаю в бассейны, суши, там все это. И мне говорят, ну это Мотя, мы поняли, это Гена. А третий кто? И я вот так поднимаю голову и вижу перед собой нашего бывшего генерального директора после моего папы, знаменитейшего дрессировщика, народного артиста Советского Союза Владимира Митлевича Шевченко. Такого двухметрового роста, колоритная личность. Ветврач Володя Новохадский и инспектор манежа Володя Кашеваров. То есть у меня выбора не было, да? Поэтому это Вова. Вернемся к Вове. Вова у нас отличный, замечательный. Он самый контактный из трех крокодилов. Мотя стабильно недобрая. Вова стабильно адекватный. И Гена не хочу даже называть ничего. То, что он адекватный, это было заметно с самого начала. Вова поставили, он спокойно дожидался своего часа. Вова у нас фото-звезда. Мы предлагаем зрителям с ним сфотографироваться. Выглядит это приблизительно так. Вот он лежит. Мы сажаем зрителя постарше сюда. А можно мне тоже подсаживать? Да, вы зритель помладше, вы сядете в область хвоста, только не на хвост. Чуть-чуть это обвиньте, хвост он не тронет. Вот так, да. Присаживайтесь, и мы сделаем с вами групповую фото. Значит, хвост много трогать нельзя, потому что вы провоцируете его двигаться вперед. Да? Ничего себе. Вот, видите, вот это его броня. Это его солнечные батареи. Тепло крокодил вбирает спиной и гребнем. Вот это отличительный признак низкого крокодила, расположение вот этих гребней. Именно на шее. Да, именно шея, да. Его же броня при наступлении. Слушайте, ну такая, чувствуется такая. Да, чувствуется. Все мои порезы на руках, видите, всяческие, они как раз не от зубов, а вот от шипов, расположенных на задних ногах, и вот от шипов, которые покрывают весь хвост. Ну да, такие острые. Самая сильная мышца у крокодила, вот эта сгибательная. То есть он вот так в сторону атакует, хвост он подсекает, пастью хватает, но об этом не будем. Когда они плывут... На сколько лет Вове? Значит, Вове, я их купила в 2003 году. Значит, вот Вове, соответственно, 12 лет получается, да? Это моего, так будем так сказать, выращивания. Значит, когда они плывут, крокодилы, они грибут только задними ногами. Видите, перепонки есть только задних ног. Вот так, ручки мы вот так вот убираем сюда, вот так вот, и вот так сюда. Ну все, 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 лежим, лежим. И грибом мы задними ногами. Я встаю. Он развернется, не боимся. Я встаю. Ну ладно тебе. Хоть у него и завязана морда, но, знаете, техника безопасности. Хорошо, мы знаем. Значит, хочу вас, дорогие друзья, подразнить. У крокодилов всю жизнь меняются зубы. 74 зуба всю жизнь меняются. В каком смысле? Никаких донтистов, никаких ортодонтов. Слушайте, вот зубы. Зубы не лечатся, представляете? Значит, зубы меняются так же, как и кожа. Вот так как Кристиан рассказывал, что слоны линяют, то есть сбрасывают ороговешую часть кожи, так же и крокодилы. То есть они не снимаются чулком, как змеи, но они вот так отшелушиваются. Вот они очень любят, когда их вот так потирают, особенно вот здесь между глазами. Вот. На руках пять пальцев. Видите, рука даже похожа на наши. Ой, да. Как у человека. Как у человека, да. Как у человека, да. Какая прелесть. Вот. Вообще, я очень благодарна одному человеку, который работал у нас в Киевском цирке и много помог мне советом и по содержанию, и по воспитанию. Это Лайчи Каракавах. Это семья дрессировщиков, которые занимаются исключительно крокодилами, по-моему, с 31-го года или с 36-го. Вот. И, конечно, у него было чему поучиться, и я ему за это очень благодарна, потому что то, что вот я их все-таки вырастила, это большинство его заслуга, потому что он учил создавать сушу, как подогревать воду, как охлаждать. Там есть свои очень большие нюансы. А что значит создавать сушу? У крокодила должна быть теплая суша. То есть вода у него в данной ситуации, как бы, она не может быть настолько горячая, потому что это его территория, он большую часть времени проводит в воде. А суша должна быть для того, чтобы он, то есть два угла в комнате, один угол, где он должен остудить себя, то есть он регулирует сам себе температуру. И обязательно теплое место, вот у нас там, допустим, мы УФО используем, это то, где они ушли, подогрелись, то есть у них такой вот как бы цикл удержания температуры. В природе это солнце, да, днем вылез, рот открыл, рот открывает они не только когда охотятся, а и когда остужают себя. Значит, рот открыл, немножко остудил, ушел в воду, тоже остудился, то есть они в природе это могут делать сами. Здесь мы им создаем эти условия. Но я вам должна сказать, что крокодилы это одно из самых организованных вообще существ. Они дожили, между прочим, с времен динозавра до нас с вами, да? Вот, и получается, ему ничего не надо объяснять. Вот ты его комнату создал, он сам все найдет. Вода, он только слышит, что мы там занесем, но у них такой большой корыто из нержавейки. Все, они уже все, они уже ждут. Крокодилы очень подвижны, они могут достигать скорости почти до 70 км в час, но взрывной реакции. Чего себе! Потому что это спринтеры, это не стайры. То есть я не зря ушел сюда. Да, да, да. Вот, и что еще? Они очень, они, во-первых, они же не так ходят, они поднимаются на ногах и быстро идут при этом, и бегут. Крокодил спокойно запрыгивает вот на стол, как бы на подоконник, элементарно, да. То есть он подходит, садится, как жаба, знаете, вот так на задние ноги, выбрасывает себя вперед, передними зацепился, задними, и все, и там уже. Я бы никогда не подумала, что такие шустрые. Чем вы их кормите? Вот говядину любят, свинину, курицу. Значит, свинину в мире ест только одно животное – человек. Запомните это раз и навсегда. Об этом мне говорили представители кавказского народа. Да, никогда никто не ест свинину из животных. Дикий кабан – немножко отдельная история, это другое вообще животное. Значит, крокодил хорош чем? Он ест все. Живую пищу, которую ему обязательно нужно давать, потому что это, простите, горячая кровь, это поддержание его иммунитета. Значит, причем все дается, допустим, если курица, то целиком, потому что нужны перья для очистки кишечника и все это. Немножечко кладем камушков, но это когда они были маленькие, потому что им нужно для потопляемости, будем так, для загружения воду. Что еще? Значит, он ест и говядину, и курятину, ну и отдельно перепелов. Крысами я не очень люблю кормить, потому что крысы, как правило, лабораторные, что там на них проверяли, я не знаю. И поэтому, как бы, мы, в общем-то, без крыс. Провеянные. Да, да, да. Вот. Что еще? Крокодил вот такого возраста, рыба уже как-то не очень. Несерьезная. Да, несерьезная. Серьезную рыбу, которую они любят, это радужная форель, опять-таки, по совету дрессировщика из Франции. Ну, у нас как-то директора плохо реагируют на радужную форель, когда ты начинаешь выписывать. Особенно радужные суммы потом заплатят на форель. Вот, наверное, их пугает не форель, а сумма, вы правы, да. Что еще? А сколько средний возраст, продолжительность жизни крокодилов? Значит, цикл жизни крокодила до 70 лет, то есть как у человека. Половое созревание от 12-18. То есть, с точки зрения циркового бизнеса, это выгодное вложение. Раз купил, и он все время теряет. Да, я так надеюсь, что мои правнуки будут с ним еще мучиться. Вот. И вы знаете, получается, значит, кушает крокодил вот этого возраста два раза в неделю. Значит, за сутки, за полтора до того, как он работает, вот из-за вас он голодный, животное не кормится, потому что крокодил заглатывает все вместе с костями, и он должен спокойно лежать, переваривать, потому что кости могут поранить просто желудок и кишечник. Работа с крокодилом — это демонстрация, но не такая длительная, как я вам сейчас устраиваю. То есть это танец, я где-то поносила, дала зрителям погладить, поцеловала. Это не то животное, которое будет исполнять какие-то трюки. И честно вам хочу сказать, самая сложная часть моей работы — это подготовить его к работе. Это выгнать из воды, вот ассистент мой Тимур знает, это одеть намордник, потому что по технике безопасности мы не имеем права. Животное дело в том, что они лежат на барьерах и сходят туда к зрителям, и мы все-таки дети, полный зал детей. Причем родители, знаете, как делают? Иди погладь крокодила. Иди. Ты сам не подойдет никогда. А дети почему? Сфотографировать, надо успеть. Надо успеть, да. И поэтому мы одеваем намордник, потому что 7 атмосфер сжимания челюстей никто не отменял. Быстроту и реакцию необыкновенные. Вот у нас для транспортировки, но для переездных условий у нас корыто, значит, ну такой из нержавейки таз большой, да, вот чуть больше шириной и гораздо больше длиной, потому что хвост должен быть полностью выпрямлен, тогда крокодил быстро растет. И первый инструктаж, который проходят все, которые ко мне приходят на работу, это никогда, никогда, никогда не проверяешь вот так пальцем, когда он сидит в воде. То есть он может смотреть в ту сторону, но вы делаете вот так раз-раз и не успеваете уже отдернуть руку. Вода — это их территория, это их дом. Как говорил господин Каракавах, если возле деревни появился крокодил, проще деревню перенести дальше. Казалось бы, что первым придет в голову. Вот Карав — это движение. Да-да-да. Да-да-да. Это, ай, ну не успел. Значит, они уже, вот мои крокодилы сейчас в том возрасте, когда это не просто так, ой, не успел, а они уже делают виток. А сколько ему лет, кстати? Ему вот 12 лет. И дело в том, что когда они маленькие, они просто кусают. А крокодил такого размера, то есть они как видели, как они отрываются, он начинает крутиться. Как только начинаются эти витки, то есть это минус пальцы, потом «Здравствуйте, товарищи!» А что, уже было так? Были случаи, когда? Нет, у нас не было. У нас, слава богу, еще, видите, все пока пальцы на месте. Себенонцы есть. Да, причем... Не, ну, приходил кусать, а слон сразу отдавляет. Со слоном там проще, там все уже. Там вылез из-под слона или нет, это уже как повезет. Вы знаете, у меня в жизни был случай, когда вот Вова, кстати, был еще совсем маленький, я его так носила на плече. Вот, я не знаю, что-то он там, я его из воды доставала, он запутался, у меня были такие терморегуляторы в воде. Потом мне Каракава сказал, категорически убрать, потому что сожрет. Ну, в общем, так оно и оказалось потом. Но неважно. И, значит, когда я его вытаскивала, он хвостом зацепился за вот там, как бы оснастку, и то я испугался, я, значит, его это, и он у меня так цепляется в руку, он еще совсем маленький. Ну, тут у меня остались такие мелкие. Я заклеиваю руку, а у меня тогда была одна собака, вот папа моих старших собак, этот Бордос, и вот я иду с ним по городу, и мне все спрашивают, ну, там что-то, ой, а что за собака, что там за пород, то есть, а кто это вас укусил? Он? Я говорю, нет, крокодил. Ни один мне не поверил. Ни один, понимаете? Ни один. Кристиан, ну вот за тем, как следить за крокодилами, мы уже ознакомились, как вы со слонами обращаетесь? Какие есть такие вот тоже моменты, нюансы, о чем нужно помнить, где там можно трогать, где нельзя, чтобы... Особенности их поведения, реакции на какие-то действия. Как они, чувствительные животные, капризные какие, расскажите. Могут быть и карпеусы разные характеристики. У каждого свой характер. Да, у каждого свой характер. Привыкли вообще на все, всю жизнь, что работают в цирке. А это доброе животное, говорят, что слоны добрые. Может быть, то, что опасно тоже. Да, вот так. А чем это может навредить? Может быть, человек вот так, это 4 тонны масса. И его остановить как? Не можешь никак, если не хочет. То есть каждому животному тоже свой подход? Ну, конечно. У нас есть самая молодая, которая у нас есть, она вообще смотрит на все. На слонов, если дну малую дырку будет, или что там, он все увидит. Кто приедет, кто... А этот старенький уже не смотрит на ничего. А кого легче трессировать? Молодых слонов? Девочки и мальчики легче. Мальчики легче. Просто у индийских слонов есть такая периода, фаза, которая называется маст. И когда это придется, когда слон уже 20-21 лет у него, надо его убрать из группы. Потому он начинает ругаться за своих. И мальчик, надо его убрать. Не каждый слон может работать в цирке. Есть слоны, которые вообще не будут ничего учить, боятся звука, из людей, из других зверей. И если после года он уже не привыкает на это, тогда не может... Нет смысла продолжать. Нет смысла вообще. Слон также привыкает к одному человеку, к тессировщику? Нет. Он может... У нас целая семья, и мы все время... У нас вообще на мою семью 8 слонов. И каждый от нас, братья, может работать с ними. Но детей не боитесь привлекать? Маленькие детей не боитесь? Мне я тоже так... Начинались. Начал вообще 7 месяцев. Было, когда меня первый раз в манеже ставили. Дети цирка. На хобот от слона. На хобот? Да. В 9 месяцев? Нет, в 7 месяцев. У меня было тогда 6 лет, и у Алекса 4. Мы уже выступали в Монте-Карло на фестивале. С ума сойти. А Евгений, во сколько вы говорите, он позже? Во сколько на лифе? Я поздно что-то. Что делал Евгений до 3 лет? Где он был, когда мама гастролировала? Ничего не делал. Марина Борисовна, расскажите про еще одного питонца своего. Да, да, да. Замечательный. Значит, это вторая часть группы рептилий. Это питон. Зовут ее Люся. Хотя это тоже мальчик. У нас так специально все хитро придумано. Значит, питоны намного более контактные, чем крокодилы. Это животные, которые... Конечно, бывают из них такие, которых я тоже возвращала в зоопарк, потому что, ну, нереально. Она все время бросается. Я работаю с балетом, с девочками. И, ну, я могу своей жизнью рисковать своим лицом, там, пальцами, все. А девочки-то тут при чем, правильно? Мне надо передать их из рук в руки. И, как бы, и дело в том, что агрессивное животное, оно усложняет нашу и подготовку к работе, и их совместное содержание, и все это. И поэтому, как бы, ну, смысл мучить животное, если все равно, как бы, работать оно не будет. Зачем же его травмировать? Вот. И поэтому, значит, вот эта змея уже достаточно много лет со мной работает. Видите, она абсолютно хорошая, контактная. Надеюсь, она меня не сожрет. Значит, язык, вот, который все замечают, это никакое ни жало, ни яд. Это орган осязания. То есть змея языком ощупывает предметы, куда что она двигается, она таким образом распознает все. Змеи, как, в принципе, и крокодилы, различают людей. Она сейчас к оператору двигается. Да-да-да, она хочет к оператору. Дело в том, что крокодилы тоже отличают людей. Другое дело, что это не делает их добрее. А змеи, они, как бы, более контактные. Вот в Индии, например, во многих странах их держат вообще как охранных животных, там, ну, защищают дом, там, жилище или как это. То есть если вор наведался к вам в дом, то, значит, змея может как-то защитить или укусить? Ну, вы знаете, я больше в этом отношении надеюсь на собак, потому что змея, может быть, и может, но как бы, как это все будет происходить, и как долго она его потом будет переваривать, это вы понимаете, а со змеей в это время работать нельзя. Ну, задушить просто и все, если ты питал. Дело в чем? Дело в том, что змеи, они нападают в основном на жертву, которую они могут съесть. А она может случайно вот напасть на меня, как бы, на руку, на вице, и все, значит, но если не попала моя шея, как бы, как объект, и вовремя ее снять, она не будет дальше дышить. То есть вот она в какой-то момент подержит, подержит, потом она понимает, что, значит, как охотится змея. У нее тоже 240 зубов загнутых, значит, так немножко, как рыболовные крючки. То есть она прыгает, хватает пищу, обездвиживает, то есть, ну, как бы, зажимает, душит, да, вот, ну, и конкретно питоны. Яда у них фактически нет, вот, практически, там какая-то незначительная часть, но это не парализующий, как бы, яд настолько, как, например, у кобры. Вот, и когда жертва уже не двигается, потеряла сознание или уже погибла, тогда змея начинает на нее надеваться. То есть у них голова, как тюльпан, раскрывается на четыре кости, и вот такая вот голова в состоянии съесть вот полтора-два килограмма курочку. То есть вот она будет так тихонечко одеваться, одеваться, это длительный процесс. Вот. И, значит, змей у меня больше, у меня их четверо, хотя работают только две, именно из-за особенности кормления. Потому что, вот, например, я сегодня покормила две змеи, неделю они должны лежать. То есть у них их распирает, они пока там это все полностью перевариваются, да, им нужно переварить. То есть работать со змеей после еды тоже невозможно. И вообще, как бы, в цирке есть такой закон. Животное кормится после работы. До работы, как бы, у нас никогда в жизни животное не голодает, мы можем сидеть без зарплаты, а их кормят в первую очередь. Но животное, как бы, должно поработать, а потом, ну, не на полный же желудок оно будет, правильно, там, на Алексе лежать. Ужас, это же ему еще сколько еды, 150 килограмм выдержать, да? Вот, и поэтому, как бы, вы знаете, я очень довольна тем, что я занимаюсь рептилиями, потому что это нечто такое, ну, какое-то совсем другое, понимаете? Это такой спокойный мир общения, не надо делать резких движений. То есть крокодилы – это одно, змеи – это другое. С собаками побегал, потом опять к змеям зашел. Вот, и, как бы, интересно с ними, интересно. Змею можно держать дома, но нужно знать, что нужно специально террариум должен быть, обогрев, вода. Человек, который сможет убрать змею для того, чтобы почистить террариум. Крокодилов я не рекомендую держать дома. Это не то животное, которое приносит тапочки. Вы знаете, очень многие спрашивают. Вот, дело в том, что, правда, бывает и среди крокодилов, как бы, разные, более контактные, и все. Но эксперименты устраивать такие, знаете, как-то, я думаю, что не стоит. Аслана, а можно дома держать? Они держат? С коттеджа, поправочка. Значит, в каком коттедже? Дело в том, что слоны очень любопытные животные. И у них вот этот хобот, и в хоботе, если я не ошибаюсь, 40 тысяч мышц, да? В одном хоботе. 60. 60 тысяч мышц. 60 тысяч. То есть вот она вот этим вот хоботком, как пальцами, они выкручивают болтики, когда им нечего делать. Лампочки. Ну, лампочка просто горячая, но хотя, я думаю, это не помеха. Кран от воды. Кран от воды, то есть трубу открутить. Ничего себе. А что-то делать, что-то надо. Любопытные животные какие-то. Да, да, да. И очень интеллигентно. И один свой дик для животных, которым он тоже сентиментально. Сентиментально. Когда болеют, вообще жизнь закончится за дрессировщик. Он живет просто за животным 24 часа. Спьем с ними. И вообще от утром до вечера мы никогда не едем. Мы просто за ними. И самое хуже у нас, мы слон, это слон, он привлекает на дрессировщик. И я его мою или брат его моет. А никто другого они не пускают. Как же вы его моете? Он такой большой. С лудой. Как чай. Нет, как достает часто. Часто два раза в день. Два раза в день? Да. Утром и перед представлением. Ничего себе. Так, а как вы залазите? Как его все... Или вы не полностью его моете? Не, не, не. Он спустится. Значит, он лежит, я его мою, и когда закончится... А как? Со шланга, тряпочкой? С кархером. С кархером. Я хотел предложить. Думаю, ну, сложа не машина. А любит, ему нравится вот этот, да? Да, массаж его делать. Кожа два сантиметра, как его массаж делаешь. А зачем так часто, Кристиан? Два раза в день. Я когда думала, что раз в неделю... Вы убываетесь с утром? Ну, конечно. Они спят, живут. Едят. А скажи, пожалуйста, Кристиан, вот вы песок завозите во второй слоновник, это для того, чтобы не купались песком? Нет. Нет? Потому, чтобы не нажали на бетон просто. И чтобы менько было, и там могут лучше спать. Слушайте, сколько нужно всего знать, уметь, чтобы ухаживать за такими животными? Ну, слон вообще, у них всегда есть полы. Вот, как бы, то есть, эти там деревянные или что. А втором помещении, где нет пола, ну, как бы, не можем же все везде возить, да? То есть, там песок. Ну, слоны же обсыпаются песком, они любят песок. Кто-то тоже любит и лежит на песок, и, значит, лучше, чем бетон. Сколько вы еще пробудете у нас в Гомеле? До 29 ноября. Замечательно. Будет у наших гомельчан и жителей нашей области такая возможность побывать в цирке и насладиться вот всеми номерами, которые приготовили наши гости. Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли сегодня. Такой поучительный, познавательный очень разговор. Очень душевная, интересная беседа. Марина Борисовна очень интересно рассказывает. Спасибо вам большое. Кристиан, Евгений. Спасибо большое. Успехов вам. Желаем вам успехов, наград новых, ну, и побед, и также внимания, овации зрителей. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Телезрителям мы напомним, что сегодня у нас в гостях были артистка национального цирка Украины Марина Новоселова, дрессировщик слонов Кристиан Гертнер и руководитель иллюзионно-лазерного шоу «Современность» Евгений Новоселов. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Добрый вечер всем тем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Сегодня в Испании начался ежегодный крупнейший европейский фестиваль оливок и оливкового масла, посвящен окончанию сбора урожая в оливковых рощах. Небольшой городок Баэна считается одним из мировых лидеров в производству оливкового масла. Здесь фестиваль устраивают с особым размахом. Внимание уделяется всем областям жизни, связанным с этим волшебным продуктом – гастрономии, экономике, здоровью. В первую очередь все желающие могут принять участие во всевозможных дегустациях, попробовать местные изысканные блюда, узнать национальные рецепты блюд с оливками и что из них готовят. Также гости фестиваля могут познакомиться с условиями выращивания и обработки оливок, своими глазами увидеть процесс холодного отжима оливкового масла и, конечно, продегустировать его лучшие сорта. Кроме того, в дни фестиваля можно посетить разнообразные выставки и концерты, представления, конференции, конкурсы по кулинарии и тематические лекции, увлекательные мастер-классы от самых известных шеф-поваров. Также в рамках фестиваля проходит ярмарка-аукцион, которая привлекает рестораторов и оптовых покупателей со всего мира. Это самое масштабное мероприятие подобного типа. 3D-технологии появились в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. Современное оборудование учреждению передала в подарок делегация посольства США. С его появлением список услуг гораздо расширился. О новых возможностях библиотеки узнали наши корреспонденты. 3D-ручки, принтер, профессиональные наборы для изучения робототехники и программирования. Все это теперь в распоряжении читателей Гомельской областной универсальной библиотеки имени Ленина. С подарками ее посетила делегация посольства США. Мы видим и в наших библиотеках такие устройства. То есть это 3D-принтер и другие устройства, интернет везде, но журналы есть, потому что это не всем доступно. Библиотеки имеют хорошее собрание, как здесь иностранная литература. Это очень трудно достать в книжных магазинах, но в библиотеках есть и специалисты, которые могут помочь всем читателям. Сотрудничество библиотеки с посольством США началось в 2001 году. Тогда иностранные друзья передали большую коллекцию книг на русском и английском языках. За 13 лет фонд иностранной литературы пополнился печатными изданиями, аудиовизуальными материалами и электронными документами по различным отраслям знаний. С поступлением нового оборудования здесь могут оказывать не только информационные услуги. Оно станет основой для создания творческой лаборатории, где можно будет воплощать смелые идеи, конструировать электронную технику и печатать трехмерные объекты. Это привлечет и новых читателей. То есть мы сможем удержать и старых читателей, которые уже не один год пользуются нашими услугами, пользуются нашими ресурсами. Я думаю, что они найдут тоже много для себя интересного, полезного именно благодаря новому дару, который мы получаем сегодня от посольства США. Пока эта библиотека единственная в области, которая имеет такие возможности. Первыми участниками творческой лаборатории станут учащиеся школы номер 5 города Гомеля, имеющие особенности психофизического развития. Им подобные занятия могут существенно помочь в восстановлении здоровья. Планируется, что творческая лаборатория станет площадкой для реализации индивидуальных и библиотечных проектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, рассказывайте, какие книжные новинки вы принесли Чем порадует нас сегодня, уважаемые гости? Сегодняшний обзор мы начнем с книги одного из самых ярких писателей, русских писателей конца 20-го столетия. Это сборник рассказов и повестей Сергея Довлатова под названием «Жизнь коротка». Довлатов родился в 1941 году. Его молодость прошла в Ленинграде. Он дружил с Иосифом Бродским, о котором я рассказывал в предыдущем обзоре. Несколько лет жил в Эстонии. Из-за проблем с властями он в конце 70-х последовал примеру своих коллег, эмигрировал в США. Там его дела пошли в гору. Он стал главным редактором газеты «Новый американец». Начал активно публиковаться в США, в Европе. Начал печататься во многих престижных журналах. И ведь действительно память о Довлатове, она жива. Ведь есть литературная премия, которая названа его именем. Во всех местах, где он жил, установлены мемориальные доски. А в 2014 году в Нью-Йорке открыта улица имени Сергея Довлатова. Ну и книги его интересуют по сей день. Чем же вызван этот интерес к творчеству писателя? Сергей Довлатов прожил очень интересную и насыщенную жизнь. Собственно, о ней он и повествует в своих небольших рассказах, повестях. Практически о каждой книге, которую мы с Ириной обозреваем, мы говорим, что она читается просто и легко. Но что касается Довлатова, то это уместно как никогда. Действительно, это одна из отличительных черт довлатовской прозы. Она читается очень просто и легко. Это очень ценно, когда читаешь книгу, когда легко воспринимается, правда? Конечно, да. От его рассказов невозможно оторваться. То, как автор рассуждает о своей молодости, рассказывает о своей жизни, о женщинах. Все это своей простотой, душевностью напоминает такие кухонные посиделки. Довлатов никогда не был моралистом, никогда не стремился учить читателей жизни. В его произведениях очень много юмора специфического, иронии, самоиронии. И думаю, по этим причинам все больше и больше читателей стремятся ознакомиться с его творчеством. Безусловно, мы рекомендуем эту книгу к прочтению. Но прежде всего молодым людям от 18 лет и старше. Я думаю, это категория читателей наиболее подходящая для прочтения данной книги. Она им будет актуальна. А что еще интересненького принесли? Ну, а сейчас мы окунемся абсолютно в другой мир. Какой же? Это мир женщин. Давайте окунемся. Давайте окунемся, потому что испокон веков говорится, что только мужчина способен изменить и перевернуть этот мир. И что только сильному полу по плечу роль лидеров. Ну, женщины, в свою очередь, никогда не оставались в стороне и никогда не оставались вне истории. И они по-своему, особым образом, меняли этот мир. И вот книга, которая сейчас в моих руках, яркая тому подтверждение. Женщины, изменившие мир. Какие именно женщины, вот каких женщинах рассказ идет в этой книге? Ну, в этой книге очень много известных всем имен. Среди них «Железная леди» Маргарет Тэтчер. Все ее знают, это величайший политик. Непревзойденная Коко Шанель, которая была настолько известна в мире моды, что хочу подчеркнуть и рассказать факт, что она единственная за всю историю моды женщина, модельер, которую журнал «Тайм» внес в список ста самых влиятельных людей 20-го столетия. Еще тоже известная личность – это мать Тереза. Женщина, которая стала мамой для всех никому не нужных, брошенных детей. Еще раз повторюсь, это еще здесь очень много-много других известных имен. Это те женщины, которые сумели где-то даже наперекор обществу стать личностями и тем самым изменить наш мир. Поэтому в этой книге наш дорогой читатель узнает о женщинах абсолютно разных, разных веков, эпох, разных по профессии, разных по характеру, но неизменно с интересной жизнью и с интересной историей. Далее я хотел бы представить вашему вниманию гораздо менее позитивную книгу, но не менее интересную. Это современное переиздание сборника «Колымские рассказы» легендарного Варлама Шаламова. Это, если кто-то не знает, советский писатель, поэт, который 18 лет отбыл в так называемом «Освенцами без печей». Именно так он называл колымские лагеря. Им и посвящены эти рассказы. Впервые они были опубликованы в США и Германии, но в Советском Союзе они увидели свет только в разгар перестройки. Книга переносит читателей во времена сталинских репрессий. В ней раскрывается тюремный быт суровый, болезни, голод, жизнь каждого заключенного, да и вообще любого человека, находившегося там, целиком и полностью зависело от случая. Ну, не будем раскрывать какие-то конкретные сюжетные моменты, но мы с полной уверенностью заявляем, что для среднестатистического читателя эта книга будет довольно шокирующей. Но, тем не менее, мы рекомендуем ее всем, кому это, в принципе, может быть интересно. Тем более, что это часть истории, от твоей окунуться и узнать. Да, я думаю, что еще стоит добавить, что это произведение оказало очень большое культурное влияние, ведь по книгам Шаламова мы знаем, что снят сериал «Завещание Ленина» и фильм «Последний бой» майора Пугачева. Я думаю, что многие его смотрели. Да, конечно. Ну и как над этой книгой, так и над самой личностью этого автора ведется сейчас очень много споров. Но, как на наш взгляд, то это еще один прекрасный повод почитать вот эту замечательную книгу «Колымские рассказы». Интересные такие разноплановые книги сегодня с собой принесли. Ну, напоследок что там приготовили? Ну, а напоследок у нас очень интересная книга, как нам так кажется. Хочу начать даже рассказывать о ней с определенных слов. Я не даю секретов счастья, я просто указываю дорогу там, где принято видеть тупик. Вот так о своем творчестве говорит французский нейропсихолог, этолог и психотерапевт Борис Цирюльник. Его книги считаются одними из самых проникновенных, одними из самых точных в этом жанре. И все это, конечно, тоже неспроста, потому что и сам этот человек очень многое пережил и через многое прошел. Потому что на начало Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, Борису Цирюльнику было пять лет. И его родители, чтобы скрыть его еврейское происхождение, сдают его в детский дом. Но, к сожалению, во время очередной немецкой облавы его и многих других находят и отдают в лагерь смерти. Ему и еще совсем малое количество людей, им удалось сбежать. И он всю войну скрывается с партизанами под вымышленным именем. У него почти не осталось родственников. Он почти не посещал школу, но он остался жив. Это главное. И вот тогда он захотел понять, что произошло с ним и что произошло с другими. Так о чем же эта книга? Книга называется «О стыде». Это первая книга психотерапевта, переведенная на русский язык. Мы не могли пройти мимо этого издания, потому что тема, которая в этой книге раскрывается, действительно очень актуальна. Например, наверняка все слышали или употребляли в речи фразу «так стыдно, что хочется сквозь землю провалиться». Или наверняка есть люди, которые, когда встречаются с кем-то глазами в общественном транспорте или еще где-либо, отводят взгляд или считают себя недостойными своей работы. Как ни странно, но все это стыд, который проявляет себя всегда по-разному, как хамелеон. И по-своему это опасно. И вот Борис Цирюльник, он показывает, что стыдится не какой-то конкретный человек, но даже целые социальные группы и даже народы. И вот он говорит нам, что стыд одна из главных причин, почему мы не можем жить так, как мы хотим. И он советует, когда начнете с ним бороться, обязательно окунитесь в суть его, чтобы он вас больше не сковывал, и вы смогли жить так, как вы хотите. Мы сегодня советуем к прочтению именно эту книгу, потому что она достойна внимания. Я думаю, что каждый найдет для себя здесь что-то свое, что-то близкое ему. Тем более, что автор дает очень много всяких инструментов для того, чтобы избавиться от стыда грамотно. Я думаю, что эта книга очень полезная для широкого круга читателей, несомненно. Ирина Николаевна, спасибо большое. Вы, как всегда, на высоте книги. Спасибо вам большое за великолепную презентацию. И я уверен, что все большее количество людей будут читать эти книги. Спасибо большое. Спасибо. Доброго вам вечера. До свидания. До свидания. До свидания. Телезрителям напоминаем, что в гостях у нас сегодня были библиотекари Гомельской областной библиотеки Николай Скинтиян и Ирина Студнева. Студенту Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухова Евгению Титову удалось установить рекорд Гиннесса по самому быстрому жонглированию тремя объектами. Рекорд молодого человека составил 466 поимок и превысил предыдущий наилучший результат, который продемонстрировал Чех в 2012 году на 44 поимки. Сегодня Евгений Титов у нас в гостях. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сосредоточенно. Ну да, но видео-то одна. Я уже, честно говоря, хочу посмотреть на деле, как у вас это получается. Почему тремя мячами? Почему не 4, не 5 мячей? Мне кажется, именно потому, что вообще я умею жонглировать все четырьмя предметами, но тремя объектами я жонглирую именно потому, что там большое количество интересных разнообразных трюков. Евгений, показывайте. Вы готовы? Ну да, Евгений жонглировал не так, конечно. На рекорде. Ну, там же была цель установить рекорд, а здесь можно просто красиво... Ох, это очень сложно через руку, за руку, снизу. Саша, никогда не пробовал пожонглировать? Я могу двумя жонглировать. Показать? Ну, подождите сейчас, дай последить. Слушай, как интересно. Евгений... Ух ты! Здорово. Молодцом. Нет, хорошо. Браво, браво. Хорошо. Евгений, нам известно, что буквально спустя всего лишь один месяц тщательных тренировок вы установили рекорд в стенах родного вуза. После подачи заявки в Книгу рекордов Гиннеса я получил общие и специальные рекомендации к установлению рекорда. И, исходя из этого, был мой план действий. Для начала нужно было найти помещение, в котором можно провести мероприятие массового характера. Это является обязательным условием. Также должно быть наличие секундомера. Должны быть два независимых свидетеля, которые должны будут заполнить заявки и отправить тоже в Книгу рекордов Гиннеса. И, исходя из этого, я пригласил двух независимых свидетелей и также своих одногруппников в качестве болельщиков. Свидетелей этого свидетеля, да? Со всеми организаторскими тонкостями быстро удалось справиться, легко? Да, достаточно быстро. Обязательным условием была качественная фото- и видеосъемка. Поэтому я обратился в университетскую газету «Сушка» с просьбой помочь мне с фото- и видеосъемкой. Они предоставили мне камеру, оператора. То есть мы сняли высококачественное видео и отправили это видео, а также два свидетельских показания в редакцию Книги рекордов Гиннеса. Это ваш лучший результат, либо дома вы делали и больше? Нет, дома я делал до этого 458 поимок, а на момент съемки видео было 466. Это тоже очень даже неплохо и хорошо. Так это же больше, чем нужно было. А знали вы об этих тонкостях, что нужно именно жонглёрскими мечами жонглировать, а не просто мечами? Нет, я думал просто тремя объектами. Когда вы увлеклись вообще жонглированием? Давно? Как пришла вообще идея взять и... Может, что-то из детства? Может, в цирк любили ходить? Да, я любил ходить в цирк, я любил смотреть шоу рекордов Гиннеса, шоу российских рекордов. А вообще начал увлекаться жонглированием после того, как съездил в Германию. И там был один мужчина, который умел жонглировать. Ну, он развлекал ребятишек, я заинтересовался, он дал мне попробовать, объяснил вкратце, как это делается. Ну, с помощью переводчика он сам был немец. У меня начало получаться, он это заметил и подарил мне около 15 или 20 где-то так мячиков. И после этого я уже тренировался сам. А я каждый день жонглировал по один или два часа с однодневным перерывом в неделю. Каждый может этому научиться. Нужна просто ловкость, концентрация внимания, координация движений. Денежное вознаграждение за восстановление такого рекорда предусмотрено? Мне часто задают этот вопрос. Нет, не предусмотрено. Каждый год очень много заявок подают в Книгу рекордов Гиннеса и также много рекордов устанавливают. И поэтому они не могут... На всех не наберешься. Да, каждому они не могут заплатить. Но они каждому не могут. Кому-то платят, либо вообще никому не платят. Нет, равноправие. То есть здесь цель это попасть в Книгу рекордов. Конечно. А вас стали узнавать после того, как вы совершили, побили рекордов? В университете. Да вообще, может быть и в Гомеле. Ну, я мало где появляюсь в Гомеле, поэтому... Но в университете вы знаете, как местные знаменитости. Такое было чувство, когда все-таки вам действительно присвоили название рекордсмена. Долго вы там ждали, у вас была разборка? Волновались? Да, я очень сильно волновался, особенно во время съемок. Евгения, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. Желаю вам успехов. И в учебе вам в этом году важное такое событие устроиться на работу после качания университета. Ну и в жонглировании успехов. Телезрителям напомню, что у нас в гостях сегодня был рекордсмен книги рекордов Гиннесса Евгений Титов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приятного всем вечера и хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А может, возможно, однажды ты все-таки устраиваешься на небо, кто ночью приходит, чтобы звезды зажигать? А если затруют лютые ветра, за облаками и в пяте до утра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"ЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -" calories wyn Субтитры подогнал «Симон»